Певец Валерий Меладзе совсем забыл, что состоит в партии «Единая Россия». Напомнила артисту об этом телеведущая Ксения Собчак. На её канале «Осторожно, Собчак» появилось полуторачасовое интервью с артистом. Ведущая вспомнила, что Меладзе вступил в «Единую Россию» в 2003 году, а в 2011 его хотели выгнать за то, что он редко участвует в жизни партии. «Какой ужас! Ужас, что я там состою, а не то, что меня хотели выгнать», заявил Меладзе. По его словам, он даже не платил членские взносы и никогда не появлял себя в ней. Певец признался, что в 2003 году всё было немного по-другому. Однако сейчас Меладзе в политику не лезет, и, подобно некоторым российским артистам, в Госдуму идти не планирует. В 2017 году по приглашению главы города Красногорска Радия Хабирова Меладзе был включён в члены городской общественной палаты. В 2020 году он был переизбран на новый срок, входит в комиссию по общественному контролю. Певец пояснил Собчак, что в этом деле у него были свои интересы, связанные с бизнесом. «Я думал, что мне этот статус будет помогать вести бизнес. Когда ты входишь в общественную палату, ты должен выходить из всех партий и прочего». «В Красногорске я построил небольшие жилые дома», – признался Меладзе. Валерий Меладзе является лауреатом множества премий. Поклонники знают певца по композициям «Сэра», «Самбо белого мотылька», «Красиво», «Салют вера» и многим другим. От первого брака с Ириной Малухиной у Валерия четверо детей, сын и три дочери. Сейчас женат на Альбине Джанабаевой, у супругов два сына и дочь.